м блин еще идем снять обещаю ребята всем привет хотя стоп сейчас же подождите теперь точно ребята всем привет шучу конечно просто противо коронавирусные меры нужно соблюдать слушайте новое видео не архивное то которое ждали честно говоря сейчас со второй попытки его записываю я уже немного вообще нет я уже конкретно отвык записывать видео первая попытка я записал но почему-то при монтаже какая-то одна дорожка звуковая была бита и звук был но как бы он пишется в двух дорожках у меня типа стерео и одна дорожка была какая-то битая не знаю почему я нашел время и переснимаю только сейчас так хочу сегодня ответить на вопросы что со мной случилось что я делаю сейчас где я был чем я занимаюсь чем я планирую заниматься и так обо всем по порядку но сначала друзья я бы хотел порекомендовать вам канал одного своего товарища коллегу такого уже даже не начинающего можно сказать пуся же профессионала вася вася очень интересное видео серьезно мне лично заходят то есть вася снимает такое экшен понимаете если я нудный как многие считают да то у вася там постоянный экшен сбил заркало для чувака охренеть пока что шансы я не вижу подии развиваются просто в каком-то фильме кончилось паливо прийшло все вакуум бля с этим аккумулятором разом я мучился молодец со ок у о зуб light в отклика ф от о если сейчас сентябрь то я 11 месяцев уже не работаю на бусах при этом я практически 11 месяцев я нахожусь в польше а вот чем же занимаюсь почему я не работаю на бусах почему я не работаю на бусах на прошлой моей фирме у меня заканчивалась виза где я был ездил там на 5 потом на mercedes и архивные видео еще которые выходят годичной давности они будут выходить как бы кому есть люди которым интересно поэтому приглашаю просмотр вот у меня там заканчивалась виза и мне в принципе должны были там даже сделать воевудская но там с этой фирмой сами видели там не все гладко не все нормально самими условиями работы то есть ну забегая наперед я скажу что деньги там платили и платили там нормально но во всем остальном это как бы ну не так чтобы прям дичь дичайшая но не очень бывает и лучше расклады вот и поэтому воевудскому там тоже было типа ждать долго и так далее и тому подобное и у меня были другие предложения вот скажу сразу и тут еще один вопрос который мне задают все вы видели что я общался с димой европейским путем уже можно сказать был такой канал был такой дима почему я надеюсь димой все хорошо он жив здоров я так думаю потому что я не знаю дима просто у меня спрашивают где он что с ним случилось я могу осветить эту ситуацию только со своей стороны я не хочу заниматься какими-то сплетнями потому что все остальное что я слышал как бы ну это то что я слышал я слышал это других человек людей в основном от одного человека я не могу не могу доверять каким-то там среди мне сведениям только от одного человека но еще конечно говорящая голова но он обсирает вообще всех если бы не я и мне подобные люди то ему бы и на ю тубе и снимать бы было не о чем потому что в принципе его контент делают другие люди он просто всех засирает вот ну я думаю что он тоже сделает какую-то реакцию на это видео и расскажет вам конечно же как там все было вот потому что он у нас самопровозглашенный гуру транспорта вот я не претендую на такие роли поэтому рассказываю только то что могу рассказать то что касается меня лично значит дима у нас была договоренность я многие как бы поняли уже догадывались что если я общаюсь с димой значит как-то у нас там какие-то будут общие сферы деятельности были разные варианты из я должен был стать одним из сподвижников да уже стало забываться такое слово на бусяжном ю тубе вот и потом были другие варианты были планы заниматься экспедиции то есть я уже должен был там с ним заниматься экспедиции ну там такого плана но просто в один момент и как бы все прекратилось и дима довольно неожиданно для меня исчез с радаров то есть то что происходило там с их с их фирмой конкретно с димой я не знаю один и я знаю только других людей поэтому я не хочу это пересказывать потому что просто это все неблагодарное дело какие-то слухи обо мне мое сотрудничество с димой закончилась так и не начавшись вот меня дима не кинул если как бы ну не началось сотрудничество вот и все единственное даже могу сказать что я много что получила много что это конкретная воевудская от фирмы к ну от которого я открыл годовую визу и которая уже вот благополучно скоро закончится то есть за это я благодарен и все ничего плохого я лично сказать не могу так же самое как и в общении с ромой латышом который также пропал с моих радаров ну из радаров всех остальных вот там вроде что-то еще мелькает ну просто для меня несколько странно я общался с этими людьми потом в один момент как бы они просто взяли и пропали сегодня есть завтра нет ни ответа не привета вот поэтому дело было в ноябре прошлого года соответственно у меня были планы какие-то расчеты да вот заниматься и сотрудничать с этим человеком тут все это заканчивается соответственно что нужно что-то придумывать другое намеревался все равно ехать в польшу потому что был план перевозить семью поэтому я приехал варшаву стал только шухату что мне где-то жить варшаве пока решать свои дела снял очень быстро приехал посмотрел снял ну просто я уже все это видел я переписывался человеком в телеграме все фотки ну как бы она устраивает все мои запросы все все меня устраивает потому что сейчас я иду за вещами и вижу и пока суть до дела я типа подался в uber ну просто там типа чтобы зарабатывать деньги да там какие-то вот все как многие знают нет ничего более постоянного чем временное поэтому уже почти год я нахожусь в варшаве и в принципе могу сказать что я работаю на убери сейчас поэтому все люди которые мне пишут последние месяца подскажи фирму где ты работаешь ребята работ на убери приходить пожалуйста тут все до сих пор несмотря на то что там водятся лицензии легализации и так далее все не так сложно приехали как бы работая на всех хватит не хватит это уже дело десятое но тут как бы убер ждет пожалуйста только ко мне не надо обращаться сами я не хочу ничем заниматься я еще раз повторяю напоминаю трудоустройством я не занимаюсь и за деньги тоже вот а когда я начну заниматься трудоустройством или если я начну заниматься трудоустройством то я для этого открою агентство блин потому что ну как я буду вас по-другому еще трудоустраивать то есть если вы какому-то васе или пете или егору платите 100 злотых или 100 евро за номер телефона ну как бы вы лох это прямым текстом кстати что изменилось во мне за последний год он для меня был крайне тяжелым и крайне важным в том плане что я перестал что-то париться там кого-то может обижу там не обижу как бы своими словами или еще что-то но как по мне как бы лучше какая-то правда пусть неприятная но просто так как она есть поэтому как бы меня тут вроде и на ютубе и ценили за эти моменты что я говорю правду матку но теперь еще сильнее правда матка в том что если вы кому-то платите деньги за номер телефона какой-то фирмы ну вы лох все как бы от этого никуда не уйдешь почему я собственно не снимал видео на протяжении этого года неужели мне нечего было рассказать нет друзьям не было что рассказать и основная причина по которой я не снимал видео вот ну и вот друзья чуть ли не основная причина вообще почему контент не выходил я сейчас нахожусь возле варшавского аэропорта в месте где можно понаблюдать за тем как прилетают или улетают самолеты и согласно fly радар уже через три минуты будет посадка борта где где летит моя жена моя дочь моя семья без которой я здесь просуществовал не не прожил точно 8 месяцев и конечно это не добавляло никакого оптимизма никакой никакого желания ни к чему никакому творчеству потому что все-таки создание видео это творческий процесс и нужно какая-то некоторая душевная гармония что ли чтобы делать вон уже катится по полосе фух осталось совсем чуть-чуть отправа цельно то есть приграничный и таможенный контроль у нас вроде есть все документы чтобы не посадили на карантин посмотрим как будет дело обстоять даже если посадят в любом случае это уже не важно это уже не важно да ребят вон он самолет моей мечты блин дренлайнер а что а Просто так получилось, что там я поехал в начале декабря в Польшу в прошлом году до нового года там поработал на новый год Алина моя жена с дочкой они приехали мы здесь встретили новый год вместе поехали в Украину там по гостям родители там все дела потом я вернулся в Варшаву с намерением того что где-то через полтора-два месяца там подготавливать почву для того чтобы моя семья приехала сюда документы вся всякие там вот потому что ребенок это садик это немножко все сложнее там и так далее и тому подобное и тут получается приблизительно даже раньше еще в декабре пока пока даже был 2019 год какое-то чудо за тысячу километров отсюда жрало блин летучих мышей ну или может какая-то другая причина мне пофиг как бы не в этом дело но возьмем официальную официальный вариант и вот как бы из-за того что кто-то голодный весь мир полетел в одно место просто и тут сами понимаете случился блин локдаун случился корона кризис вот все начало закрываться повсеместные карантины просто уже у нас была такая ситуация что у у нас уже были все документы оплаченный визовый сбор все эти дела моя жена уже была назначена дата алина ожидала дата визовом центре алина ожидала вот подачу получается через три дня подача сегодня закрывают все визовые центры все и соответственно они здесь они в украине я здесь ну все я бы мог поехать в украину конечно ну почему вот там кто скажет так что тебе мешало поехать так далее мешало то что никто толком не понимал как это все будет как будет ситуация то есть я здесь я хоть чем-то занимался зарабатывал какие-то деньги понятное дело что вместе с этим совсем там этот убер тоже упал потому что ну тут я сейчас вам даже ставлю кадры как выглядела варшава как это все тут было пусто абсолютно пусто короче тут можно было в убери просидеть в машине блин целый день даже ста злотых не наездить грязными не чистыми а грязными то есть потому что все сидели дома никто никуда не ездил все было закрыто варшава воскресенье 8 37 утра из ластрада одна из самых оживленных таких улиц точнее магистрали так города варшавы и понятно что тут и мирное время как бы не очень много людей воскресенье в такую пору но сейчас совсем печально так это у нас варшава понедельник после пасхальный спальный район ага сколько триста а че триста а че триста одиночки никого нет а дурцы клиентч в трусце о наше взборное безопасность проживание проживание пару простых засад заховуем отлеглость в университах в наших роздыхе загребаем пустой нос подчас кихания и кашу при захвате печеба или овозов уштанной едва крюкаличек если то нужны платим картом а если случится ограничить И еще кто забыл, была такая штука, что как ты едешь в Украину, там ты сидишь двухнедельный карантин, потом по возвращении ты здесь сидишь двухнедельный карантин, а это значит, что один месяц твоей жизни засовывается просто в задницу. Ты ничем не можешь заниматься, кроме как сидеть на карантине. Фух, поэтому я был здесь, они были там, пока вот этот локдаун, он когда закончился, уже документы потеряли важность, срок действия их уже как бы истекал, пришлось делать новые документы. Соответственно, пока это все открылось, эти ужинды, которые сейчас работают через почту, ну только там через почту на получение документов, то есть это все очереди, ну естественно все же ломанулись после этого локдауна. Все это затянулось, все документы все пришлось делать по новой, и с садиков они были закрыты еще немножко дольше, чем вот этот локдаун и закончился. В общем, очень много геморроя. Ну и в это все время, ну мне нужно было находиться здесь, понятное дело, работать. И такая, ну чтобы там какие-то запасы не проедать, и все такое вот. Когда я все это время по факту работал на Uber, я пробовал еще здесь несколько работ, одних я расскажу отдельно. Это работы, которые связаны непосредственно с бусами, это будет отдельное видео, которое, просто в котором я расскажу, как на бусе в Варшаве можно зарабатывать даже 500 злотых в день. Серьезно, минимум 100 долларов можно зарабатывать. Но не обольщайтесь, там есть много подводных камней, с которыми я тоже столкнулся, но это будет отдельное видео, забегая наперед. И забегая наперед, я скажу, что теперь как бы у меня есть вдохновение снимать видео. Я буду находить время на это, потому что вот теперь моя семья со мной. И я серьезно вам хочу сказать, вот мне еще пока 29 лет, и за вот эти 8 месяцев я впервые пережил депрессию. Серьезно, вот пока моя семья отсутствовала, то есть у меня здесь были такие моменты, когда я просто, я вообще не понимал, зачем я это делаю все, зачем я здесь нахожусь. Когда, знаете, у моей дочери 2 года ей исполнилось, как бы, и у нее день рождения, я вижу это все только там через WhatsApp, как она там начинает, ну, понятное дело, что она уже что-то говорила, но вот она уже начинает разговаривать. Я смотрю, она растет, вот эти все моменты, она что-то, у нее какие-то новые умения, все, а ты сидишь здесь каждый день просто, как день сурка, все одно и то же. И, ну, реально мне было тяжело, вот, я не жалуюсь, вот просто, блин, сейчас же найдутся какие-то ушлепки, которые начнут что-то там жалуйся, ноешь и так далее. Нет, ну, просто пересказываю для тех людей, кому интересно, кому не интересно, ну, милости прошу, как бы, вперед и с песней. Ну, просто вот такой непростой период в моей жизни. Чем я, ну, я, в принципе, 2020 году, да, хоть он еще и не закончился, и это никакие не итоги, но я во многом благодарен, я для себя многое понял, я многое осознал, я как-то изменился, ну, как по мне, в лучшую сторону. То есть, я стал больше таким человеком, которым бы я хотел быть, я приобрел или раскрыл в себе какие-то качества, которые, ну, мне в себе импонируют. И, в принципе, я хочу даже попросить прощения у тех, кому я не отвечал на сообщения или отвечал неплохо, ну, плохо там, не вовремя, уделял мало внимания, потому что, ну, ребят, у меня был такой период в жизни, вообще ничего не хотелось. У меня были недели, когда мне не хотелось ничего. Я там просто выезжал, катал там на Uber, возил людей, приезжал, чуть-чуть втыкал там в какое-нибудь видео на YouTube или, блин, я не знаю, смотрел, может, какое-то кино или читал какую-то книгу. Это даже я почти ничего не читал в этот период, но как-то у меня была полнейшая апатия к жизни. Я много дней просто на каком-то, я не знаю, не на втором дыхании, на 33-м дыхании прожил, когда я просто делал то, что должен был делать, чтобы вот все было теперь так, как мне хотелось все это время. Теперь моя семья со мной, мы переехали, живем в Варшаве, разлука закончилась и, если честно, вот тот момент, который вы сейчас увидите, он был почти две недели, ну, увидели, как я встречал свою семью, это было почти две недели назад. Я просто вот это все время, я наслаждался обществом своей жены, своей дочери и, как бы, мне больше ничего другого не надо. Кто меня понимает, спасибо, кто не понимает, ну, ваши проблемы, не мои. Ну, и чем же я планирую заниматься, какая доля канала, что с ним будет и так далее. В принципе, ребята, я также осознал, что у меня есть большая тяга, в принципе, к транспорту, то есть к перевозкам. Я еще немного занимался перевозками людей в это время, ну, не только Uber, а вот так, скажем, немножко по-другому. То, что многие называли барыжничеством, зарабатыванием на беде чужих людей, вот, то я как раз был барыгой и зарабатывал на беде чужих людей. Только я не знаю, какая-то беда у людей была, когда они просто едут домой. Причем, что это был выбор абсолютно людей. То есть, если по Украине, да, там в локдаун ничего не ездило, ни поезда, ни автобусы, и там были перевозчики по Польше, ездило все. И автобусы ходили, и поезда, да, их сократили. Но можно было добраться. Но многим людям это было неинтересно. И люди хотели, чтобы за ними приезжали куда-то, куда-то очень далеко и везли их, ну, в тот момент, да, на границу. Добрый, добрый. Пока мы наслаждаемся этой охренной дорогой, но по лесам, по полям, синий трактор едет к нам. Блин, запрещен, лес запрещено сейчас, а я тут полюсь. У меня тут хлопнут, короче. И это, добрый вечер. В общем, слушайте, такая история, просто по поводу топографического кретинизма, по поводу людей. Можете меня осуждать за то, что я кого-то осуждаю, но как можно где-то быть на работе и не знать, где ты находишься. То есть, когда я еще на этапе подготовки этого всего, я говорю, давайте адрес, где вы. Она говорит, я не знаю, как это называется. Мы спросим у хозяйки, она даст адрес. Как взрослые люди не могут знать, где они находятся? Вот мне просто интересно. А потом вот это, короче, эти вопросы, вот эти репосты, которые будут потом через 10 лет после того, как люди нашли или умерли, делать о том, что потерялся человек, пропала мама, пропал папа, пропала дедушка, бабушка, собачка. Мы все пропали, не можем найти в Польше. Польша, ребята, большая страна. Короче, блин, и просто мое негодование вызвано тем, что как можно не знать, где вы находитесь, просто где вы работаете. Не знать название населенного пункта. Как такое возможно вообще? Я таким тоже занимался. Из-за этого я побывал во всей Польше. Вот бывало такое, что за приблизительно сутки, там за 26 часов я делал 1690 километров. Вот. Если просто кто-то думает, что это все было легко, и это там какие-то легкие деньги, вообще нелегкие, просто 1690 километров сделать за сутки, я на бусе так не работал. Вот. Что еще? Я посмотрел на то, как живут наши, как наши люди работают. Я много понял о наших людях вообще, в общем и целом. И сделал какие-то для себя выводы вообще, которые сформировали, ну, по-новому, мои взгляды на свой народ, на свою страну и так далее. Ну, в общем, это тема для другого видео. Так вот, что касается перевозок. Я так или иначе дальше буду связан с перевозками. Сейчас передо мной стоят несколько задач, которые, ну, о которых я не буду забегать вперед, но обязательно расскажу. Сейчас я также, у меня несколько процессов происходят там с документами, которые также повлияют на то, чем я буду заниматься. Вернусь ли я в трассы, вернусь ли я на бусы в трассу, вернусь обязательно. Не знаю, будут ли это бусы. И скажу сразу, что это будет из-за балакиты с документами не раньше января. Ну, и за это время, до января месяца, я планирую вам делать видео и рассказать об Uber, о том, как в него попасть, как сейчас там с документами, как заработать, ну, сколько, точнее, можно на нем зарабатывать. Да, ребятки, работа на Uber, она абсолютно разная. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Например, сейчас я бы хотел вас познакомить со своим пассажиром. Это книжка, нужно ее довезти. 12 километров, вроде бы, по Варшаю. Разное бывает. Может, даже сделаю какие-то сюжеты такие, что покажу вообще целый день, сколько можно заработать денег, там, сколько при этом я буду делать работы, да, поездок, сколько времени затрачу и так далее. Вот. Я расскажу о тех работах, которые я попробовал, когда меня мучила ностальгия по бусам, когда мне не хотелось тереть задницы асфальт, а сидеть повыше. Я попробовал здесь две работы, которые по городу, по Варшаве связаны с бусами. Одна, можно сказать, нищебродская, а другая, наоборот, где можно заработать миллионы. Но, скажу сразу, и то, и то, это скорее негативный опыт. Об этом все будет. И давайте договоримся, я точнее вам пообещаю, что новые видео будут выходить один раз в неделю сейчас, потому что сейчас у меня более-менее все устаканилось. Еще, кстати, в последнее время я успевал работать на двух работах, и у меня было время только, чтобы спать. И то не очень много. Сейчас я работаю на одной работе, у меня есть немного свободного времени, которое я буду удивлять видеопроизводству. Также минимум два раза, то и три будут выходить архивные видео для тех, кто ценит мое творчество. И скоро уже не так много времени, на самом деле, осталось до начала нового года, и я вам расскажу о чем-то новом. Какой-то новый сезон начнем. Еще такой вопрос, друзья. Меня просили в комментариях рассказывать, если не об транспорте, да, то просили рассказать о документах, о легализации, о том, как перевести семью и так далее, и так далее, и так далее. Такие всякие вопросы, связанные с Польшей, с переездами сюда и прочим. И теперь вопрос, если вам интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях темы, которые стоит осветить. Вот, я обязательно буду их освещать. Ну и на сегодня все. Спасибо, что остаетесь, спасибо, что смотрите. Я очень благодарен всем тем, кто за это время не сбежал, кто ждал. Спасибо вам большое. Всех, всех просто рад видеть на канале. До новых встреч, друзья. Пока. Ох-ох-ох-ох, ребята, город Лодь. Именно с него началась моя Польша в 2015 году. Мы с моей тогда еще не женой, теперь уже женой Алиной, приехали сюда первый раз работать на заводе Индезит. Через агенцию у нас это было дело. Вот это, конечно, какая-то окраина. Тут проехали завод Дэл. Может, кто работал или работает сейчас на заводе Дэл в городе Лодьс. Мы работали на Индезите. Ностальгические чувства, но, если честно, Лодьс вообще не мой фаворит в Польше. Не очень мне этот город нравится. Немного он такой, как по мне, неуютный. Я еще неоднократно после этого бывал в Лодзе, после того, как мы там отработали и уехали. У меня, кстати, есть видео старое, где я начинал, на канале все имеется, где я работал на, где я работал на, собственно, заводе Индезит в городе Лодзе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!